Судьба будущего отопительного сезона и почти миллиарда гривен решалась сегодня в высшем хозяйственном суде. Компания Укртрансгаз подала иск против НАК Нафтогаз. Спорили о газовом дисбалансе. Какое же решение приняли и будут ли наши батареи теплыми этой зимой, узнаем от Лины Зеленской. В зале заседания сошлись две госкомпании Укртрансгаз и Нафтогаз. Цена вопроса почти миллиард гривен. Обе стороны пытались скрыться от журналистов, настаивали на закрытом процессе. Судьи согласились. Заодно исключили представителей облгазов в качестве третьей стороны. Суд считает незаконным решением о том, что отказал в принятии наших батарества и не привлек нас в качестве третьей стороны. Две госкомпании спорят между собой, кто создал дыру в газовом балансе страны. А самое главное, кто будет за это платить. Кроме того, монополистов из Нафтогаза обвиняют в том, что они не оформляют акты на поставку газа. И это запускает маховик, из-за которого стоимость голубого топлива взлетает до небес. Совместные действия синхронные Нафтогаза и условно независимого оператора ДТС компании Транжаз вынужденно приводят к тому, что долг за потребленный тепловиком газ или цена за потребленный газ увеличивается практически в два раза от рыночной цены. Такая сумма очень неподъемная для предприятий ТПК «Коммунэнерго», которая финансируется полностью в государственном бюджете Украины. Эта сумма ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет Украины. И в случае не выделения, не погашения со стороны ТПК «Коммунэнерго» данного долга, предприятия могут обратиться в банкротство, что в свою очередь поставят под угрозу отопительный сезон. По словам представителей Облгазов, это очередная схема выкачки денег у предприятий и даже местных бюджетов. В то же время, по мнению экспертов, монополисты из «Нафтогаза» чувствуют себя прекрасно. Активы «Нафтогаза» финансовые, они увеличиваются. Поэтому компания на пустом месте создает себе актив, который может в будущем распорядиться по своему усмотрению. Либо оббанкотить предприятие, присоединить его к себе в конечном итоге, либо банально этот долг подать. Несмотря на это, служители «Фемида» сегодня решили, что газовый дисбаланс будут покрывать за счет Облгазов и предприятий «Теплокоммунэнерго». То есть именно они и должны возместить «Нафтогазу» почти миллиард гривен. Это может привести к коллапсу уже следующей осенью. Это влияет на возможный взрыв опаленного сезона, но знак у нас будет белый и пухнастый. Он говорит, что мы готовы дать газ в следующем сезоне, но там творится просто штучная заборгованность. Лина Зеленская, Виталий Коваленко. Подробности телеканал Интер.